2021 год в Ульяновской области особенный. Он объявлен годом книги. Также в этом году Ульяновская писательская организация отметит свой юбилей – 70 лет со дня образования. Об этом было сказано на встрече губернатора Сергея Морозова с писателями нашего региона. Куда бы мы ни приехали, с Евгением Евгением, с Ольгой Владимировной, будь то село, будь то какой-то поселок, будь то малый город, мы всегда видим огромное количество людей, которые пишут, которые созидают, которые прославляют слово, причем с большой буквы. Ну и, конечно, хочу вас еще раз поздравить с тем, что мы, опять же, в какой-то степени уникальны не только благодаря таким моментам, но и тем, что у нас 2021 год – год книги. Писательская организация представлена не только поэтами и прозаиками, проживающими в областном центре в Димитровграде. Среди писателей – жители глубинки, Корсунского и Сурского районов, районного поселка Кузоватого. Самый главный вклад писателя – это то, что он должен быть услышан народом. Что он несет народу? Чтобы жители Ульяновской области действительно знали своих авторов, читали их, и понимали, что наша культурная политика едина. Она едина. Все мы – учреждения культуры, ульяновские писатели, все творческие союзы города и области – они едины. На встрече присутствовали члены правления из разных уголков области. Раиса Кашкирова, которая в последнее время возглавляла Димитровградскую писательскую организацию, поблагодарила и вручила губернатору сборник стихов военно-патриотической тематики «Девушка в шинели». Его автор – димитровградский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Ларин, который покинул нас в прошлом году. К счастью, сам автор успел увидеть долгожданный сборник. Самым молодым участником встречи стал Александр Дашко, председатель Совета молодых литераторов региона. Сейчас идет подведение итогов молодежной областной премии «Первая роса», которую мы будем вручать 20 марта. Это большое событие, потому что премия «Первая роса» позволяет нам выявить молодых авторов и пригласить их к себе в Совет молодых литераторов, пригласить к участию в мероприятиях. Творчество лауреатов и дипломантов конкурсов освещается на страницах литературного журнала «Симбирск». На встрече говорили о важности этого издания, потому что в первую очередь благодаря ему произведения ульяновских писателей доходят до своих читателей. В год книги пройдут совершенно новые события, связанные с книгой и чтением. Это съезд именных библиотек «Именами славится Россия», региональный конкурс «Лучший книжный магазин Ульяновской области» и акции. Помимо этого продолжится открытие модельных библиотек федерального и регионального образцов. Они появятся в Ульяновске, Сингелее и Димитровграде, а также в Радищевском, Корсунском, Николаевском, Майнском, Чердоклинском и Павловском районах. В 2021 году будет продолжена книгоиздательская деятельность. Ирина Антонова, Герман Баранов, Новости Уллправда ТВ.